Добрый день, друзья! Сегодня я хочу показать вам, как стрекозы откладывают яйца в воду. Давайте знакомиться. Это у нас парочка черной стрекозы или еще она называется жатобрюх черный. Я сейчас давайте немного поглубже копну, чтобы было понятно, что вообще предшествовало этому процессу. В период размножения самки слетаются к водоемам со стоячей водой. Партнеры специальными придатками на конце брюшка захватывают самок за голову. При этом они еще до начала спаривания перекачивают сперму во второй сегмент своего брюшка, где у них находится копулятивный орган. И уже из него сперматофор попадает в половое отверстие партнерши. Такую вот интересную замысловатую позу для спаривания называют любовным колесом. И в таком виде стрекозы могут проводить различный период времени, от нескольких секунд до часа. При этом многие стрекозы не разжимают объятия даже во время самой кладки яиц. Так вот и летают тандемом, населяя водоем своим будущим потомством. Процесс кладки происходит примерно так. Самка садится на растение и опускает свое брюшко в воду. А там уже прикрепляет яйца на различные водные растения, там какие-нибудь палочки и листья. Ну, в общем, что попадется. Все это время самец упорно продолжает удерживать самку за шею. Кладка обычная состоит около 100 яиц. Чуть больше, чуть меньше. Они достаточно маленькие, они меньше миллиметра, там 0,4-0,5 миллиметра в диаметре. И такое количество большое нужно, для чего достаточно много врагов в водоеме. Там всякие личинки, там жуки, там кого только нет в этой воде. Ну и может быть, допустим, засушливая погода. Вода просто отошла от берега и яйца оказались на сухом месте, но они тоже могут погибнуть. Вот для этого нужно много яиц откладывать. А в отличии, допустим, от черной стрекозы, самка наездника, императора, откладывает яйца самостоятельно, без участия самца в процессе. Он уже свою миссию выполнил и там своими делами занимается где-то, летает. Ну, кстати, император, вот это самая крупная стрекоза у нас в регионе. Своего рода такой настоящий король неба среди насекомых. Он на кого угодно может напасть. Также есть некоторые виды, которые могут откладывать яйца прямо в полете, не садясь на воду. Такой бомбардировщик летит и яйца скидывает воду. Ну, например, стрекоза решетчатая. Она вот именно так свое потомство сбрасывает сразу в водоем. Далее отложенные яйца зимуют в воде и уже весной из них появляются личинки. Личинки будут жить в водоеме. Они водные жители. По своему характеру они такие же агрессивные и прожорливые, какие-то взрослые стрекозы. При этом они могут нападать на жертву, значительно превышающую размеру саму личинку. Такие коварные жители водоема. Так, вот тут наш тандем распальда распался. Самец наверняка сейчас полетит питаться. Он столько сил потратил за время производства потомства. Нужно срочно пополнить запас провианта в желудке. Ну, а самочка сейчас еще закончит кладку. У нее там, видать, несколько яиц осталось. И тоже полетит продолжать свою обычную жизнь. Вот, друзья, такая интересная история с размножением у стрекоз. Ну, и на этом мой небольшой рассказ подошел к концу. Заходите почаще в гости. Я еще про кого-нибудь буду вам рассказывать. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»